Мы должны вернуться к системе совместного использования, потому что церковь Кискобор – блестящий предмет совместного использования по великому памятнику архитектуры как музея и как церковного, как храма. И то и другое функционируют в пределах, функционируют службы, при этом музей посещается, потому что это музей, люди приходят, тысячи приходят туда не молиться, а посмотреть, и работает схема, которая вполне приемлема. В музее Рублева есть план развития музея, который тоже вполне себе дает возможность взаимодействия и церкви, и музея, потому что у тех и других есть разные функции, их можно совмещать. Икона может быть с окладом, тогда бы на ней ничего не видно, икона может быть без оклада, тогда видишь, что это мировой живописи. И то и другое совмещается, когда есть сольжественная работа. Есть много случаев переговоров, у нас были несколько конфликтов в Ферпантовом монастыре, в Владимире Суздальском созданы были комиссии совместные, в Союзе музеев России, Министерство культуры, Патриархата, которые разобрались и нашли правильный компромисс, как в Союзе. При наличии доброй воли, тут все решается. Добрую волю должны создавать контакты Союза музеев, общественные организации, потому что, когда есть органы власти, у них там сложнее, а атмосферу доброй воли должны создавать общественные организации.